Далее я передаю слово его превосходительству Ирлану Абдулдаеву, министру иностранных дел Кыргызстана. Продолжение следует... Также позвольте поблагодарить председателя 70-й сессии Генассамблеи ООН господина Могенса Ликотофа за плодотворное руководство и его работы. Кыргызстан поддерживает тему нынешних дебатов, цели устойчивого развития, всеобщие усилия для изменения мира, которая видится нам весьма своевременно с учетом принятия в прошлом году 17 целей устойчивого развития и Парижского соглашения в области изменения климата. Господин председатель, 31 августа этого года Кыргызстан отметил 25-летие своей независимости. Все это время Кыргызстан движется по нелегкому пути к построению демократического, правового и экономически развитого государства. Прошло всего 6 лет после апрельской народной революции 2010 года, которая открыла путь к возрождению Кыргызстана. Мы гордимся достижениями нашей страны за этот период. Наша страна прошла свой, особый и очень трудный путь к свободе и демократии. Заплатила немалую цену. Свободолюбивый народ Кыргызстана, извлекая тяжелые уроки из ошибок первых 20 лет независимости, сегодня вышел на путь стабильности и представил миру свой опыт преодоления острых общественно-политических кризисов и построения общества свободных людей. Кыргызстан выстрадал и сделал свой осознанный выбор в пользу построения парламентской демократии. В октябре 2015 года мы впервые в истории своей страны провели выборы в национальный парламент с использованием биометрических технологий. Результаты выборов были приняты всеми политическими силами и стали залогом единства народа. Также международное сообщество единогласно признало их как демократические. Пользуясь случаем, хотел бы выразить генеральному секретарю ООН и всем дружественным странам признательность за их поддержку при подготовке к парламентским выборам. В следующем, 2017 году в нашей стране состоятся очередные президентские выборы. В этой связи мы призываем ООН и страны-партнеры продолжить поддерживать наши усилия по проведению выборов главы государства в соответствии с международными стандартами. Господин председатель, Кыргызстан всецело поддерживает принятую всеобъемлющую повестку международного развития до 2030 года. Мы приветствуем то, что цели устойчивого развития были выработаны с учетом уроков реализации целей развития тысячелетия, а также учитывают потребности развивающихся горных стран, не имеющих выхода к морю, к числу которых относится и наша страна. Среди целей устойчивого развития для Кыргызстана наиболее приоритетными являются такие направления, как сокращение бедности, продовольственная безопасность, качественное образнование и здравоохранение, экономический рост, энергетика и охрана окружающей среды. Как известно, одним из трех столпов повестки международного развития до 2030 года является экологическое измерение. В Париже мы все вместе достигли консенсуса по соглашению в области изменения климата. Со своей стороны, Кыргызстан полностью поддерживает это глобальное соглашение, и вчера мы подписали парижское соглашение на полях Генассамблеи ООН. В Кыргызстане последствия повышения глобальной температуры уже приводят к природным катаклизмам и чрезвычайным ситуациям, колебанию водности горных рек, чрезмерному таянию ледников, деградации уникальных горных систем и, как следствие, к негативным социальным последствиям. Наносится ощутимый урон секторам экономики. По нашим оценкам, ежегодный ущерб от природных бедствий в Кыргызстане составляет порядка 35 миллионов долларов в США. В этой связи наша страна нуждается в международной поддержке для адаптации к изменению климата. Нашу особую тревогу вызывает интенсивное таяние кыргызских ледников, которые являются природными хранилищами водных ресурсов Центральной Азии. По прогнозам, к 2025 году общая площадь ледников в Кыргызстане может в среднем сократиться на 30-40%, вследствие чего уменьшится водность наших рек на 25-35%. В этой связи Кыргызстан выступает за реализацию совместных проектов по сохранению ледников в странах Верховья. В нашем регионе. Кроме того, из-за изменения климата под угрозой исчезновения оказалось и биоразнообразие наших горных экосистем. В частности, с 90-х годов популяции снежного барса уменьшилось вдвое – с 600 до 300 особей. В 2013 году Кыргызстан провел первый всемирный форум по сохранению популяризации снежного барса, который стал отправной точкой для взаимодействия стран ареал обитания снежного барса, а также наших международных партнеров. В следующем 2017 году Кыргызстан созывает второй всемирный форум, на котором мы подведем итоги проведенной работы и определим дальнейшие совместные действия по сохранению этих редких животных. Еще одна острая проблема, которую невозможно решить без участия мирового сообщества – это многочисленные урановые хвостохранилища, расположенные в странах нашего региона. Масштаб проблем требует целенаправленной и скоординированной работы в рамках резолюции Генассамблеи ООН номер 68218 «Роль международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы». В связи с этим нами вносится предложение провести в мае-июне 2017 года международный форум высокого уровня по данной резолюции. Кыргызская республика готова осуществить соответствующие подготовительные работы совместно с заинтересованными странами и международными организациями. Надеемся на поддержку международного сообщества в этом направлении. Господин председатель, устойчивое развитие каждого государства зависит от обеспечения безопасности и стабильности, в том числе на глобальном уровне. К сожалению, наша нынешняя встреча в ООН проходит на фоне международной напряженности в Афганистане, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, в Украине. В отношениях между ведущими державами мира не сняты противоречия по актуальным вопросам международной политики. Продолжается санкционное противостояние. Таким образом, международная ситуация и конфронтационные позиции некоторых стран не способствуют решению современных вызовов и угроз на основе коллективного подхода под эгидой ООН. Вместе с тем, их глобальный характер требует от всех без исключения стран мира продолжить сотрудничество и взаимодействие в интересах всего человечества. В этой связи считаем, что мировые державы должны отложить в сторону все разногласия и общими усилиями находить противодействие угрозам международной безопасности. В эпоху глобализации происходящие процессы затрагивают не только стороны конфликта, но и другие страны. Кыргызстан не является исключением. Такие феномены, как терроризм, экстремизм, религиозная нетерпимость и радикализация, которые получили начало и развитие далеко за пределами нашей страны, к сожалению, не обошли стороной Кыргызстан. Мы вынуждены действовать, чтобы защитить интересы государства и наших граждан. Однако считаем более эффективным локализовывать их в первую очередь в непосредственных очагах. Важно оказывать международную помощь странам, которые на национальном уровне борются с ними, в том числе в рамках плана действий по предупреждению насильственного экстремизма, предложенного Генеральным секретарем ООН в январе этого года. В борьбе с терроризмом и экстремизмом наряду с силовыми подходами важно использовать превентивные меры и развивать межкультурный диалог. У Кыргызстана, как и у каждого народа, этноса, страны, есть своя уникальная история и культура. Для популяризации мировлюбивых ценностей, традиций и обычаев кочевой цивилизации Кыргызстан в 2011 году выдвинул инициативу о всемирных играх кочевников. Так, в 2014 году на берегу горного озера Иссык-Куль с успехом были проведены первые в истории всемирные игры кочевников. Буквально две недели назад там же, на Иссык-Кулие, состоялись вторые всемирные игры кочевников, в которых приняли участие представители и спортсмены 62 стран. Тысячи людей стали свидетелями зрелищных спортивных состязаний, отличающихся своей самобытностью и уникальностью. Всемирные игры кочевников вносят вклад в укрепление взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами различной культуры и религии. Именно в этой связи Кыргызстан выступает за включение в резолюцию Генассамблеи ООН поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества во благо мира, положение о поддержке проведения всемирных игр кочевников на периодической основе. Кыргызстан рассчитывает на поддержку данной инициативы со стороны государств-членов ООН. Господин председатель, Кыргызстан считает, что для устойчивого развития и обеспечения безопасности странам Центральной Азии необходимо укреплять, прежде всего, доверие и взаимодействие. Сегодня приходится констатировать, что далеко не все существующие проблемы в регионе Центральной Азии удается успешно и оперативно решать. Недостаточно активных усилий в области обеспечения региональной безопасности, либерализации правил торговли, обеспечения транзита по межгосударственным автомобильным, железнодорожным магистралям и другим вопросам. Важным фактором для региональной стабильности должно стать разрешение пограничных вопросов. К сожалению, сегодня все чаще возникают ситуации, когда отдельные государства стремятся осуществлять свое развитие за счет других стран, ограничивая их возможности. Полагаем, что такого рода и тенденции не должны иметь места в современном цивилизованном мире. Для подлинного обеспечения права на развитие очень важно добиваться того, чтобы крупные государства и трансляциональные корпорации не диктовали свои условия и не ограничивали развитие других стран, не препятствовали реализации эффективных проектов и тем более не вмешивались в их внутренние дела. В цивилизованном мире нельзя допускать развитие одних государств за счет развития других. Полагаем, что любое международное сотрудничество должно основываться на принципах взаимной выгоды и уважения интересов друг друга. Для достижения этого мы считаем в настоящее время весьма актуальным на международном правовом уровне прямо закрепить право государственного развития. Господин председатель, вопрос водно-энергетических отношений в Центральной Азии заслуживает отдельного внимания. Как известно, после распада СССР начались дезинтеграционные процессы в Центральной Азии. Согласованные режимы взаимообмена водными и энергетическими ресурсами были разрушены. Несмотря на это, Кыргызская республика продолжает накапливать воду в своих водохранилищах, в то время как цены на энергоресурсы, поставляемые из соседних стран, росли и растут из года в год. По сути, это была игра в одни ворота. В данных условиях Кыргызстан был вынужден перейти на выработку недорогой и чистой электроэнергии на своих гидроэлектростанциях, чтобы обеспечить население теплом и энергией. Мы до сих пор испытываем дефицит электроэнергии, особенно в зимний период. Имея значительный запас пресной воды, Кыргызстан в рамках существующих отношений не получает адекватной экономической компенсации за услуги по накоплению и сохранению водных ресурсов, значимых для всего региона. В этой связи мы полагаем, что страны Центральной Азии должны прийти к единому пониманию сути, что такое комплексное использование водных и энергетических ресурсов. Сегодня Центральная Азия располагает значительным потенциалом для перехода на экологически чистую электроэнергию. Реализация проектов по строительству ГЭС в Кыргызстане и Таджикистане могла бы полностью обеспечить потребностями страны Центральной Азии в энергии и тем самым создать благоприятные условия для устойчивого развития всего нашего региона. Это полностью соответствует седьмой цели устойчивого развития относительно недорогой и чистой энергии. Другим важным фактором для региональной стабильности в Центральной Азии является скорейшее разрешение пограничных вопросов на основе принципов и норм международного права. Мы призываем решать существующие региональные вопросы исключительно мирным путем, посредством политических и дипломатических средств, в соответствии с принципами международного права, взаимопонимания и поиска компромиссов, без применения или угрозы применения силой. Со своей стороны Кыргызстан остается открытым к диалогу и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами. Господин председатель, в нашем совместном противостоянии с современным вызовом и угрозом роль ООН значительно возрастает. Однако наряду с ростом значимости организации возрастает ее ответственность за принимаемые решения, за судьбы всего мирового сообщества. В настоящее время 15 членов Совета безопасности ООН фактически решают вопросы безопасности всех государств. От достижения ими консолидированной позиции зависят вопросы войны и мира, безопасности и стабильности в различных уголках нашей планеты. Более того, 5 постоянных членов Совета безопасности ООН всегда могут заблокировать любое решение. В этой связи мы считаем, что давно назрела реформа главнейшего международного органа ООН, который должен учитывать интересы значительно большего числа государств. В условиях учреждения организации, когда первоначально государств членов было только 50, численность членов Совета безопасности была оправдана. Но сейчас численность организаций составляет 193 государства члена. Мы считаем, что распространение демократии не должно ограничиваться национальными рамками государства. Наступила пора внедрения демократических принципов при выборах членов главных органов ООН, в том числе и Совета безопасности. Другая реформа должна коснуться процесса избрания генерального секретаря ООН. Мы приветствуем процедурные изменения, когда впервые за 71-летнюю историю организации все государства члены имели возможность заблаговременно познакомиться с кандидатами на этот высокий пост и их предвыборными программами в ходе прошедших консультаций. Вместе с тем мы считаем, что на этом останавливаться нельзя. Мы выступаем за внедрение прямых выборов генерального секретаря путем голосования на Генеральной Ассамблее ООН. Господин председатель, хотел бы затронуть еще одну проблему. С 20 по 23 сентября 2016 года Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ предоставило площадку для выступления Кадыржану Батырову, осужденному решением Верховного Суда Кыргызской Республики и заочно приговоренному к пожененному лишению свободы за тяжкие преступления по организации и разжиганию межэтнической розни в 2010 году. Тем более находящимся в розыске. Он также объявлен в розыске и Российской Федерации в 2013 году за мошенничество в особо крупном размере. Кыргызстану в сотрудничестве с ОБСЕ удалось достичь многих и блестящих успехов. Однако БДИПЧ ОБСЕ своей политикой провоцирует конфликт, который может привести к дестабилизации ситуации и непредсказуемым последствиям в нашей стране. Мы страна, которая с трудом встала на путь построения парламентской демократии. Мы неукоснительно и скрупулезно выполняли и выполняем все рекомендации ОБСЕ и БДИПЧ. Мы считаем, что в уже указанной действии ОБДИПЧ – знак крайнего неуважения не только к судебной системе государства, но и ко всему народу Кыргызстана. Мы не можем расценивать это иначе как вызов в Кыргызской республике, идущий тернистым и трудным путем построения подлинной демократии. Таким образом, ежегодные совещания ОБДИПЧ ОБСЕ могут превратиться в площадку, где будут иметь право выступить и уголовные элементы, совершившие особо тяжкие преступления. И если сегодня БДИЧ так поступает по отношению к Кыргызстану и другим странам, то не исключено, что в его мероприятиях в будущем будут принимать участие и представители террористов из ИГИЛ, погрязших в ужасающих весь мир ковровых преступлениях против человечества. Кыргызская республика полностью разделяет демократические ценности ОБСЕ и на деле реализует их, однако мы решительно против двойных стандартов и превращения этой организации в институт провокации и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Уважаемый председатель, дамы и господа, в завершении выступления хотел бы отметить нашу убежденность в том, что реализация целей устойчивого развития и Парижского климатического соглашения должны оставаться главными приоритетами в консолидированных действиях международного сообщества. Необходимо обеспечить, чтобы никто не был оставлен позади и прежде всего горные, развивающие страны, не имеющие выхода к морю. В ближайшее время необходимо добиться победы над деструктивными силами терроризма и экстремизма, которые подрывают мир и стабильность в разных регионах мира. Считаем, что в этом вопросе необходимо полноценное сотрудничество ведущих держав мира. Им также следует прекратить в отношении друг друга взаимные санкции, от которых страдают и другие страны. В нашем совместном противостоянии современным вызовам и угрозам роль ООН значительно возрастает. В этой связи мы призываем всесторонне поддерживать и укреплять нашу организацию с целью коллективного решения глобальных проблем во благо устойчивого развития. Благодарю за внимание. Я благодарю министра иностранных дел Кыргызстана за заявление.